Застройщик «Силикатный завод» подарил переселенцам из ветхого жилья надежду. Новенькие благоустроенные квартиры в пятиэтажном доме встретили новых жильцов. Мы получили квартиру по переселению из ветхого и аварийного жилья. В мае 2016 года заселение у нас было. И с наступлением морозов у нас начались проблемы, неприятности, недостатки, связанные с некачественным строительством наших домов. То есть в основном промерзают стены в квартирах на пятом этаже. На стенах наблюдается увлажнение, лед. Страдает как ванная, туалет, стояк полностью покрывается льдом. В квартирах по этой причине холодно, в квартирах влажно. Влага также наблюдается на окнах. Новый дом будто ополчился против своих хозяев. В принципе, как и недобросовестный застройщик, который не хочет устранять нарушения. Официальный гарантийный срок многоэтажки по улице Казачья, 22Б, 5 лет. После 2020 года заставить силикатный завод изменить что-либо будет уже невозможно. И на протяжении всех трех лет мы уже бегаем по разным инстанциям, пишем заявления, вызываем комиссии. Результат? Результатов никаких нет. То есть, получается, на данный момент недостатки не устранены. Также по оконным откосам появляется влага, грибок. В некоторых квартирах очень страшно. То есть, у нас есть группа в Вайбере, куда жители скидывают свои проблемы. Очень страшно на самом деле. Если не исправить данные недостатки сейчас, что будет дальше? Приезжали представители администрации, была жилищная комиссия и нарушения подтвердили. Жители самостоятельно провели тепловизионное исследование. Оказалось, в доме не утеплены вентиляционные шахты. Видно, что на стыках есть пустое пространство. Даже управляющие компании боятся сотрудничать с домами в Антипихе, считают их очень проблемными. На самом деле, многие боятся этих домов, именно этого района. Многие управляющие компании, прежде чем брать эти дома на обслуживание, нам все говорили, этого не стоит делать. На данный момент мы обслуживаем эти дома 15 дней. И я поменял свое мнение насчет этих домов. На самом деле, не такой плохой район, не такие плохие люди. Достаточно очень много отзывчивых и активных людей, которые готовы участвовать, помогать управляющие компании. Работать с управляющей компанией. Управляющая компания для жителей нашлась, а вот застройщика нет и в помине. Какие бы письма ни направлялись в адрес силикатного завода, даже высшими инстанциями, дело в данный момент с мертвой точки не сдвигается. Остается один выход – идти в суд, пока не истек срок. Чиновники обещали помочь, но, кажется, забыли о своих словах. Заявителям рекомендуйте, чтобы они не упустили этот гарантийный срок, который 5 лет. Как будут доказывать они, что некачественное жилье-то? Надо какую-то оценку сделать. Конечно. Это, естественно, какие-то эксперты, услуга которых стоит какие-то денег. Тоже объяснять надо. Есть казачья, и там не один дом такой есть. Есть 9 часов, аналогичные проблемы. И вот и надо как-то людям помогать. Мы, естественно, готовы. Но вот поймите, мы не тот орган, который прямо пришли и сами все наладили. Мы реагируем на управляющую компанию. Но есть такие ситуации, где косяки-то не управляющей компанией, а застройщика. Это решать надо чуть по-другому. У жителей Антипехи просто нет времени надеяться на кого-то. Нужно обращаться в суд прямо сейчас. Зима близко. Юлия Сидельникова, Николай Шунков, ЗАПТВ.